Доброе утро! Меня зовут Адриана, и вы в гостях у меня дома. Я очень люблю растения, и их у меня больше ста штук. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, как сделать органические удобрения из подручных средств, которые найдутся на любой кухне. Для начала я расскажу вам, как сделать питательный раствор для полива растений из обычной гречки. Мало кто знает, но вода от промывки наших круп содержит все те же полезные вещества, которые находятся в каше. Как обычно промываем нашу крупу, любую, это может быть гречка, проса, рис. Обычно мы эту воду выливаем, но не стоит. Мы ее нальем в гречку и польем наше растение. Если будете регулярно поливать такой водичкой, то растения тронутся в рост, будут зеленее и, возможно, в ближайшее время зацветут. А сейчас будем делать удобрение длительного действия. Для этого нам понадобится яичная скорлупа из петливой кексы, а скорлупа от яиц осталась. Мы ее просто сминаем, измельчаем. Не бойтесь, она легко ломается. Смешиваем с землей. Постепенно скорлупа будет разрушаться, тем самым отдавать весь кальций земле. А корни растения будут ее потреблять. Теперь таким составом нашего грунта сажаем наше растение. Не забываем положить керамзит, чтобы корни наши не загнивали, чтобы водичка уходила. Немножечко грунт. И наше растение. Не заглубляем растение, даем ему воздух. Корлупа делает грунт рыхлым, рыхлым, воздухопроницаемым. Растение очень хорошо себя чувствует, если к корням есть доступ к кислородам. Если нет кислорода, корни не развиваются. Растение болеет и не идет в рост. Теперь наше растение осталось только полить и радовать. И в завершение немного сладенького. Наши растения, как и мы, любят что-нибудь вкусненькое и сладенькое. Так порадуем их. Одну чайную ложку сахара разводим в одном литре воды. Хорошенечко перемешаем. И побрызгаем наше растение. Глюкоза, которая содержится в сахаре, отвечает за энергию растений. И они у вас будут блестящими, здоровыми и красивыми. Надеюсь, вам мои секреты пригодятся. Вы будете ими пользоваться. И в скором времени вокруг вас будет зеленее. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...